Я приветствую вас на канале Аленин сад. Декабрь, навевающий тоску, самый темный месяц в году. Предлагаю вам и себе, конечно, для поднятия настроения окунуться в море греческого солнца. Кстати, на экране вы видите часть колонны, которую сделали больше, чем 2600 лет назад. В этом выпуске я хочу рассказать вам о кактусах и саккулентах, которые мы увидели в Греции. О диких агавах и о моей поездке в гости к блогеру Ольге с канала Flower Therapy. В будущем я обязательно расскажу вам еще о Греции, расскажу о растительном мире, о достопримечательностях и о многих других интересных вещах, которые я там увидела. А тут мы шли-шли и нашли цветущую агаву. Это просто невероятный момент в моей жизни, потому что я даже не знала, что они вот так цветут. И эти цветы это просто что-то потрясающее, огромные. Вот, я не знаю, целые деревья и насекомые там с радостью питаются этими огромными цветочками. Ой, там пыльцы, сколько нектара. Страшно подумать. Вот, потрясающее зрелище, невероятная мощь. Вот такой букет собрать из этих цветочков. Вот, будет здорово. Огромные. Даже не могла подумать, что такие огромные они могут вырастать. У них цветы просто потрясающие. Ну и сами листья, конечно же, тоже немаленькие. Но все равно... Вот интересно, после цветения, наверное, погибает это растение. Отцветет один раз в жизни и отмирают у него. Все, но зато его детки продолжают его жизнь. О, кстати, кстати, я вижу, эта здоровенная штука тоже собирается цвести. Она тоже будет цвести. Сейчас покажу поближе. Вот здесь спрятана такая конус. Я думаю, что там спрятан цветонос тоже. Просто чувствую, там жизнь будет цветок. По консистенции, вот на ощупь, это как дермантин такой. Пластик какой-то, пластиковый, да. Как пластик. Твердая, мощная штуковина. Мы нашли сломанную агаву, сломанный цветочек. И можем поближе рассмотреть, как он устроен. Такие огромные-огромные тычинки. Похожи на тычинки лилии. Никаких лепестков ярких. И никакого запаха я тоже не чувствую. Без запаха. Такое вот чудо природы. Мы сегодня в гостях у Оли. И мы сейчас с ее кактусом. Красивые все растения. Посмотрим. Я уже вижу, что здесь вот такие красивые. Ты знаешь все их названия, да? Почти. А, это что за? Суккулентов. Это красула. Красула. Это красула. Она замерзла зимой, такая вот страшная. Это все, что у нее осталось. Оно было целое дерево. Красивое. О, оно было вот такое вот крупное дерево, в котором осталось ничего. Вот под бонсай он был у меня. А, сейчас как бонсай. Это все суккуленты вот. Да. Эхиверии. Тут разное. Все, я думаю. Красиво. Это они у тебя. Я увидела, что они цветут. И меня это очень удивляло, что ты выкладываешь. И все кактусы цветут, все суккуленты у нее цветут. Да, вот уже отцвели. Вот это вот. Ой, смотри, какое. Эхиверия. Она краснеет потом. У нее краснеют листики. Она становится красиво-красиво. Вот эхиверия. Цвела уже. Кстати, смотри, у меня сосна. Вот это с косточки. Да. Выросла сама. Ого. Уже большая такая. Ну. Пошли. А там что-то цветет. Пошли. А, самое интересное. Да. А вот моя красула большая. Она тоже зимой замерзла. Смотри, вот какое денежное дерево. И вот потихоньку нарастает. Посмотрите, как у нее. Я ее выросла от такой маленькой веточки. Толщина ствола. О, как у березы. Он у меня уже два раза замерзал зимой. А-а-а. Вот. Толстенький. Бедный. По-другому как-то растет. Может, у нас другой какой-то сорт. Я его не формирую. Он сам у меня вот такой. Вообще не формировал. Ага. Они отпадывают. Оно растет, нарастадывают. А потом отпадывают нижние со временем. Слушай, мне очень понравилась вот эта штучка. Можно у тебя маленький кусочек ее попросить? Конечно. Я дома посажила на память. Конечно. Он такой хороший кедр. Я таких ни разу не видела. Все, что хочешь. Как бусинки. Все, что хочешь. А этот... Вау! Ах, Аллен, аккуратно. Этот же кактус. Не люблю я эти кактусы. А я их обожаю. Постоянно в них обкалываюсь. И я. И я. Да? Да. И все равно обожаешь. И все равно обожаю. Дело в ночь колючей. А вот эти, по сути, тени не отмирают? Они нормальные? Дальше? Вот эту веточку оторву и все. Вот тут висики подсыхают. Их убираешь вот так вот. И все. Оно разрастается. Сейчас они от жары все такие собранные. А потом они как-то осенью они опять-таки станут зелененькие, сочные. Вот этот кактус, который меня обколол. Какой красивый, конечно. Он тоже замерзимой, кстати. Столько всего замерзло, отмерзло. Вот уже новые нарастают вот эти вот. Ну, конечно, если снег выпал. Да. Я хоть все закрыла, все прикрыла. Все. Не было кактусов. Все равно замерзли. Супер класс. Это вот тоже. А Даша, ты вот любит кактусы? Вон как она. А вот ураган был, вот даже это вот слесело. Снесло. Было у меня чуть-чуть такое прикрытие. Нравятся кактусы? Да? Вот это как в пустыне, высокий. Вон до туда. А, точно, даже не заметила. Вон какой. Даша, подойди сюда для контраста. Посмотрим. Вот, а кактусы еще все там. Он двухметровый примерно. Ну да. Представляешь, какой кактус. Его как часто надо поливать? Раз в неделю. Я все поливаю раз в неделю. Все раз в неделю. Это красиво. Пока мой тут кактусный рай. А сколько всего у тебя видов? Я не посчитала. Меня просили посчитать. Я еще не посчитала, честно говоря. Красота. Смотри, вот этот красивенький. Лента, отдельно кактусы. Надо все это отдельно посчитать. А я уже попросила у Оли такой. Мне тоже он понравился. Смотри, бутон какой. А, бутон? А вот наверху он цвел. Смотри, цвелший вот этого кожи. Ага. Цириус называется вот этот. Это цветущий. О, зацветет скоро. Кактус цветущий. Они сейчас не в самом лучшем состоянии, потому что очень жарко. Что-то такое. Теониумы, тут ахиверии. Угу. Разные. Вон, на черный такой. У меня все в кактусах. Да. Ну пока вот так вот они у меня тут. А тут очень красиво получилось композиция с этим. С амфорой. Я люблю вот эти горшки. А посмотри, тут какой интересненький. Тоже. Тоже такой попросим кусочком. Масеньки-масеньки. Конечно. Мы посадим дома в горшочек и будем каждый день смотреть. И Олю вспоминать. И Грецию вспоминать. А этот беленький, он такой. А я видела в инстаграме. Я видела, да, такие сейчас есть разные, как розы, розовые. Они очень красивые. Очень красивенькие собираются цвести. Кудрявенькие, как капуста. Я у нас, да, капусточка. Точно. Вот это херенький. Хорошо. Тоже. Тереневодненький. Это беленький. Да, очень красивая композиция тоже. Даже вот в таком маленьком. Ну да. У меня вот такие тоже есть. Я видела у тебя в улиточке. А, в улиточке? Да. Вот тут вот есть. И вот самая любимая, которая у меня есть. Да, цветущий в улиточке. Вот это настоящий цветочек, да? Он всегда цветет. Всегда вообще? Он всегда цветет. И мы спрашивали ему сколько лет. Ему лет пять вот этому малышу. Ну, он вот так вот растет и всегда цветущий. У нас есть ракушки. Мы тоже тогда в них походим. Ну вот хорошая идея. Хотите, я вам подарю. У меня есть. У меня он такой гольцовый паньяный. Он еще худее? Держи твой. Хочешь? Держи. Вот у меня братушек меня приготовила. Спасибо. А мне паньяный этот паньяный. В городе было все красивее намного, конечно. А тут уже, ну так все. Собрано все вместе. Пока. А мне паньяный. Кактус дедушка. Седой. Да, да. Он намок и у него эти, как-то, волосы повисли. А так они пышные так стоят. А ты посмотри, какие колючки. Ой, они такие, да. Знаете, какая розовинка вот тут наверху? Цветочки. Какие интересные, да? Да. Вот они уже отцвели. По шестому они отцвели в эти дни. Много отцвело, собирается. Вот это бутоны у них? Это бутоны, вот тоже недавно цвел. Я его посадила всего осенью. Вот таким маленьким сантиметровым малышом. И он уже вот такой вот стал и зацвел. Представляешь? У меня и кальшочки понравились. До кого-то, конечно. Да, да. Понравился. Ну да, я обычно думаю, что они очень медленно растущие. Вот я хотела сказать, что вот ты знаешь, может быть, я сейчас даже пересмотрела свое мнение о кактусах. Вот именно здесь, вот в этом климате, вот под этим солнцем я их вижу. И мне очень нравится. Очень здорово, красиво. Такие они, да. Потому что они подходят, они тут другие. Они тут как в природе. Да. А у меня бы я на подоконнике представляла себе, даже у нас какой-то там был. И я избавлялась от них, потому что, ну, кактус. Ну, снег и кактусы, они как-то не сочетаются вообще. А тут они зимой смотрятся хорошо, зимой солнце, погода такая. Они прям, ну... Ну, и подсолн... Ну, вот особый солнечный свет. Да, да, да. Он совсем другой. Здесь совсем по-другому они выглядят. Они такие яркие, они такие красивые. Не могу сказать, что они яркие. Они сейчас даже уже цвет потеряли, Ален, от солнца. Они весной намного зеленее. Ну, я верю, да, но все равно они всяких оттенков, да. Для меня яркие, разнообразные. Не просто зеленые, а со всякими оттенками, со всякими какими-то нюансами. Ну, они формы. Нюансами у всех разная форма. Все такие интересные. О, а вот этот, посмотри, кактус с сосисками. Как огурчики. Да, я его называю огурчиком. Ну, да. Пальчики. Все Мессио его называют. Классные. Ой, здесь еще сколько. Вот собирается. Собирается, красивый. Да, еще вот то, что им нравится, да, то, что они все время цветут. Вот такой цвет. Да, красивый. И большой такой будет? Нет, большой не будет. Вот это гимноколитсум вот тут вот. Вот собирается. Вот постоянно цветут. Красивенький. Смотри, а вот эти, это ты их посадила так, или это как-то они там расползаются, размножаются? Я посадила, и они вот размножаются. Такой сорт очень сильно размножается. Детишек дает и цветет. Вот он уже цвел. Вот этот большой тоже он с цветами, да? У него почти, это бело-зеленые цветы. Я уже показывала, бело-зеленые цветы, интересный колючий. Гимноколитсум, это называется перевод, голый, голое тело, как-то так в переводе. Обычно гимноколитсум у них мало колючек. Вот это только вот такой вот сорт другой. Вот так вот переводится с греческого у нас. Все переводится. Это тоже гимноколитсум? Нет, это вообще другой, это Матукана. Ай, вот опять тоже зеленый. А вот тут смотри, а это у него уже цветочек. Точно. Смотри, какой маленький. Видела, у моей мамы такой был. О, это стапелья похожа была, да. Тоже вот тут развожу стапелья разные. Да? Там ни одной колючки нет, потому что на нем. Да. Вот здесь канны растут без выкопки на зиму. Просто как сорняк. А это лесные кактусы. Еще часть коллекции Молочай. Ну, они тоже симпатичные, разные. Я вот такой знаю, вот такой у всех стоит. У мамы моей тоже такой был колючий. Да, да, да. Вчера мы даже видели в Акрополе большой на балконе. А это вот они все какие разные. Медуза, вот это называется Медуза. Я бы подумала, что это кактус, а не Молочай. Это все Молочай, они такие вот разные сорта у них. Цветочки у них незрачные. Смотрите, какие там то, что это, цветочки или что-то? Они дают, вот это вот уже мужские. У них были сперва женские, у них другие, а потом дают мужские цветочки. И у них получается... Их пыление. Да. Вот такое. Понятно. Очень интересная категория вот эта. Я даже не заметила, да, этих. Вот эти вот редкие буни. А там, смотри, Молочай, палочка. Да, это палочная. Ее называют в Америке, как ее называют, как карандаш, как и так называют. Вот этот вот сорт. Интересно. Я ее вырастила вот с такой вот малышки. Ну да. Она тоже целый куст будет, высокий, метр-два. Вот, какая идея. А вот, галошек лопнул. Все можно использовать. Я такую люблю. Очень красиво, да. Правда, смотри, подгорели. Ну, солнце, ужасное солнце, видишь? Угу. Ну вот, лопнул. Что теперь делать? Выкидывать жалко. Красиво получилось. Все, все идет. Все, все идет. И сапожки у меня были раньше, и в разных лечках уже тоже попортились. Здорово. Это аллой. Древовидный аллой. Но это не который лекарственный. Лекарственный. Он тоже лекарственный. Да, это лекарственный. А то есть, говорит, есть два типа. Алоэ вера и... Вот это аллой, который горький, который так невозможно его так кушать. Алоэ вера я тебе сейчас покажу, у меня в другом месте. Ну, это тоже лекарственный. Это тоже лекарственный. Потому что у меня такое есть. Это того, который бабушки еще наши выращивали. Да, да, да. У меня я от бабушки, от отца взяла. И он у меня уже много лет стоит. Вот такой же. А потом я подумала, нет, наверное, это не лекарственный. У меня зимой пострадали, вот никак не придет к себе. В таких горшках у меня малюсенькая. Это аллой вера. Нет. Тоже нет. Это уже не аллой вера. Уже больше похоже. Уже все лечебные, почти все. Светок классный. Супер. Крупняга. Это я его таким выращиваю. Он вообще дает детишек. Он другой сорт. А я им убираю детишки, оставляю ему ствол. Он вот так вот, типа, как мне говорят, как на пальму похож. Я его формирую таким. А это уже, да, сами отпали. Но они столетние вот эти уже. Уже столетние. Наверное, лет 17. Ну, сколько я замужем? Я бы. Машинство столько лет. На каждую веточку по яблочку упало. Но ежик несет яблоки. Какая? Настоящая. Она такая сиевой. Вот ее вот так вот режешь. Очищаешь колючки. И берешь внутри вот этот вот желе у него внутри. И он кушается. Он не горький. И просто ешь. И мажешь. И что хочешь делаешь. Он не горький. Могу даже показать, отрезать. Не, я видела. На фотографиях, на видео я видела этот процесс. Смотрела, он детишек дает постоянно тоже. Ну, если ты можешь этот детишку дать, то я посажу дома. Посмотрим, как он будет расти у нас. Ух, классно. Супер. У меня есть настоящая алоэ фера от специалиста. Я точно знаю, что это, да. Что это можно есть. Но что для меня не все на одно лицо эти кактусы. А это кактусы? Нет, это суккулент. Суккулент. Не у всех, что колючки, кактусы. Да, вот именно. И вот так вот во дворе растут агавы. Просто и непринужденно. На естественном грунте. И размножается. И разрастается. И прекрасно себя чувствует. Очень красиво, конечно. Смотрите, а хризонцемы-то зацветают. И у нас сейчас только середина июля. О, уже цвели и опять зацветают. О, какая разница. Три раза цветут. А у нас один раз только поздней осенью. Интересно. Море и плюс, да, оливковые деревья. Море, оливковые деревья. И море. Между ним и городок. Растения, которые мы привезли от Оли из Греции, теперь нуждаются в посадке. Так как очень давно уже стоят они в таком виде, они выпустили множество корешков. Очень сильно хотят уже, чтобы их посадили куда-нибудь. И в Греции же я купила вот такую чудесную амфору ручной работы с печатью в греческом специализированном магазине керамики, в которую я и планирую посадить часть из этих суккулентов. Все туда сажать не буду, потому что, например, вот здесь у меня есть алоэ вера. Вот и вырастает большое-большое растение, которое будет очень мешать всем остальным. Еще есть вот такой вот чудеснейший красавчик уже в красивом горшочке. В этом пока что он и будет расти. Вообще, с дачи принесу еще керамических горшочков, покрашиваю белым цветом и сделаю красивую композицию из всех этих суккулентиков. А еще здесь у меня уже растет растение, это муж подарил, колонхоя, тоже относится к суккулентам, не переставая цветет уже больше месяца, по-моему. Чудесно выглядит и не нуждается ни в каком уходе. Такая симпатичная композиция из суккулентов у меня получилась в амфоре. У меня осталось очень много листиков от одного из них. И сейчас, если их просто разложить куда-нибудь на почву или на песок, они все дадут прекрасные маленькие растенецам. Вот здесь уже Даша провела такой эксперимент, разложила и вы видите, у одного листочка уже растет малыш побольше, а у другого еще совсем маленький-маленький там зачаточки. Так что размножать можно массово. Ну не знаю, стоит ли мне это сейчас делать, нужно ли мне столько суккулента одного вида, учитывая, что у меня он есть уже и во взрослом состоянии. Я хочу передать Ольге мой пламенный привет и от души сказать спасибо. А вас прошу поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать колокольчик. Ведь о моем отдыхе в Греции выйдет еще несколько роликов. И вы не должны их пропустить. Ведь эта страна по-настоящему влюбляет в себя. Успехов вам и до новых встреч!